привет всем пончиком сегодня буду рассказывать новости октября по вашим просьбам то что вышло на youtube да там уже народ пишет комменты постараюсь и активировать эту рубрику поддерживать ее тепленькой чтобы она была в силе и обратите внимание что самое лучшее время для съемок это когда его логопеда потому что это единственное такое время когда у меня освобождается внимание на кирюшу да то есть который я трачу на кирюшу соответственно я могу снять что-то что интересненько вот вчера у нас был день рождения домик принцессы точнее было 16 октября но вчера мы праздновали некоторая подготовка я приобретала торт с некоторыми нюансами о которых сейчас скорее всего расскажу подробности народ требует и приобретала шарики тоже новость висит от антураж на ту неделю решила за неделю заказать торт как обычно sweet marine кейкс уже давно у них заказываю тут к мужичок основатель приятный мужичок к в очках за ним тоже мишкачка смотрю чем там делает и начала заказывать там решил через юридическое лицо все это оформить чтобы ушел расход и ну то есть уже все 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 за оформила и вдруг захожу и пользователь не найден то есть аккаунт их питерский грохнулся инстаграме и до сих пор я смотрю так и они не восстановили значит произошло вот то есть вот весь этот объем что я там заказывала все это как пришлось заново в телеграме прописывать и это интересный такой был нюанс по заказу то есть я просто последнего не знал будет торт или не будет также мы ждали очень сильно ждали в октябре выплаты сезона но наступила там начало октября середина октября выплаты не было я писал каждый день финансовый отдел в сентябре когда мы заполняли документы в августе даже когда мы заходили на озон мы заполняли документы и была ошибка в реквизитах у нас раньше был пром бизнес банк он рухнул и стал про связь банк я постоянно путаюсь в этих банках и девчонки за когда заполнили эту карточку отправили с аналитиком да я только проверила правильность этого заполнения и я проследила понимать я глазами проследил что реквизиты неправильные то есть пром бизнес банк пром связь банк все одно и то же да а по сути одного банка нету это было тоже долгая история очень жирная такая история с тем как у меня один банк рухнул это отдельно а тут вот понимаете вот такая вот ошибка произошла так я там писала долбала весь финансовый отдел каждый день просто каждый день писал где деньги вы занимаетесь нашей фирмы в общем-то вторая платежка там был технический сбой они опять проверили опять извинялись и вот этот сектовать уже было не смешно вот вчера мы праздновали да и пришла с вэска от банка деньги на счет поступили я короче обрадовалась все все чокнулись безалкогольным шампанским все радостные получили процент будем дальше двигаться очень много планов по зону это еще на один marketplace который мы осиливаем просто внутренний механизм этой всей махины вот и конечно вот последнюю неделю были вот эти финансовые вопросы стояли надеюсь они потихонечку будут разогреваться разрешаться уже такой момент что те товары которые выкинули до на зону стали карточки работали новый человек работал над карточками практически всем создавали креативные до сих пор работают я думаю что до нового года этот процесс не закончится а может быть даже и дольше потому что очень много разных новинок и так далее но суть в том что даже те карточки которые вообще думали что мы не покатят потому что магазине на них спрос особого не было вот и они блин стали вот идти понимаете то есть с моим один заказ 2 пик 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 и уже набралось спрос вообще различать на зоне один спрос а вот именно на территории магазин другой спрос вот и получается интересный момент для меня очень интересный момент в целевых аудиториях разница оказалась немножко и долго пришлось анализировать в октябре как все это дело совместить оффлайн онлайн и так далее кстати вчера поздно вечером когда уже приехала с праздника что прочитала моих любимых астрологов то что фирм очки то вот эти все которые иностранные то они вроде как собираются опять обратно в россию то есть вот этот показательный выход вход будет ребрендинг то есть скорее всего будет камбэк этих фирм ну и кей тоже смотрели в парасонабулизме просто большой грегоры который вытесняет там старые какие-то моменты да скорее всего оффлайн в котором так в том варианте в котором он был его не будет он как-то будет совмещен с онлайном как это сделать это моя главная тема то есть я пока просто не понимаю я хочу с одной стороны снести пол магазина под склад с другой стороны я хочу диван я хочу там кафе машину очень много мыслей и объединить сможет психологическим центром пока не нет идеи общей пока накапливается критическая масса информации marketplace и становятся new age много номер новыми корпорациями в озон вливается до хрена плюс она она чувствуется инвестиционным центром как кредитование предлагает да инвестиции разные то есть там целая вот эта корпорация как новая корпорация раньше была власть глобализации и глобальных корпораций сейчас будет власть других и корпораций в принципе меняется меняется грегор меняется внутренняя пирамида системы интересно будет запрыгнуть конечно куда-то в какой-то не на нижний слой куда-то более повыше это будет интереснее для этого нужно пораскинуть мозгами и создать своим сознанием что-то вот этим я принципе сейчас последнее время и занимаюсь что еще интересненького у нас но в основном наверно только это потом также в октябре продолжались мои сессии с клиентами это моя моя любимая тема загружаться и защищать какие-то психические слои а для себя я уже понимаю алгоритм ведения то что я не могу какой-то пол программы выдернуть мне надо как бы вообще вот этот пласт огромный поднять психики и выдернуть какую-то прям хорошую журную программу за сеанс то есть я не могу по по одной четверти как бы выдергивать чтобы потом как-то человек был плохо да я знаю как бывает если ты выдергиваешь одну десятую бывает и так конечно потому что психика сразу может корневой программе не пустить но стараюсь по максималке охватить все поле и через регресс через парасмабулизм выдернуть по максималке как говорится чем я занималась в общем-то в октябре с клиентами у нас была интересная ситуация середине октября где-то мы записались на хэллоуин в частный детский сад они приглашали и мы среагировали тут же на этот пост вконтакте и в общем таки радостные записали кирюшку там полтора часа дискотека туса джуса разные костюмчики какие-то какая-то лепка на хэллоуин поделок ну в общем даже я там загорелась давайте давайте тут же в этот день заказала костюмчики себе и кирюша и надо было привнести предоплату за это мероприятие борисик внес предоплату и с этого момента началось мне прислала сообщение там написано было от организаторов что переводите на такой-то номер карты и ну не указываете ничего на значение платежа это типа фишка которая сейчас многие используют думаю что финансовый отдел безопасности сбербанка обратит внимание на их платеж в 500 рублей будет их дрючь или ну как бы избегая налоговые таким образом на самом деле они не избегали не избегают ничего потому что финн отдел интересуется немножко другими темами они подписями к платежам но это другой вопрос в общем они устроили такой вообще спектакль целый связан с этим назначением после 10 вечера на из название вали название вали просили вот прям очень остро у них стоял этот вопрос что мы перевели вот эти несчастные 500 рублей предоплату с значение платежа что это за киеву в общем чтобы пройти эту ситуацию мне пришлось прорабатывать свой страх налога потому что я понимаю что этот человек отражает мой личный страх и у меня он есть как у любого другого человека страх перед системой конкретно перед частным каким-то случаем вот и тоже стар стал с ним работать подключила астролога вообще надо нам этот праздник или надо может быть ситуации говорят о том что нам не стоит вообще ходить вот она на чтобы ответка бы звезд в том что обязательно это такая веселая тема и я внутри тоже чувствую что да нам надо надо очень хочется пойти и тем более костюмы ну все ребенку хочется как бы повеселиться конце концов на карнавале вот ас и мне здесь нужно проявлять дипломатические разные свои способности что я и сделала всех скоординировал на следующий день все все перевели вот но все равно интересная ситуация оказалась для меня потом вчера еще подумала что начали покупать у нас новогодние товары вообще такая фишка давно уже была что на еду на я быть на таком месяц которые все покупают заранее на новый год чтобы в декабре уже освободить себе время для подготовки духовный моральный да вот и что-то я хотела сказать что хотела спросить у вас прям хотела спросить что-то а ну вообще в принципе как у вас состояние после 2022 года как он вас задел понятное дело чтобы всплыло очень многое от энергии года год был мощный он на свет проявил очень много скелетов внутренних теневых как они проработались другой вопрос как вы прошли этот год ждете ли вы следующий год как вы будете праздновать этот то есть хотелось бы немножко заранее чуть прочувствовать энергетику на просмотреть коллективное состояние поле вот так вот смотрите видео с тортиком какой нам сделали прикольный тортик связанный с озоном из 14-летия это все мы приурочили все одну кучу плюс посмотреть мистер хеллингтон ой как у нас келлингтон который хейных ловен вы тоже заказали магазин такой ходячий шар гигантский виде скелета тоже можно найти без ссылочку сейчас оставлю вам все всем пока момент найти вы пришел комментарий ноунейм от человека у которого нет ни лица не аватара не личности по поводу моего увлечения астрологии значит так решение такое я буду отвечать на этот комментарий вообще на другим которых входят в полемику а при условии если будет реальная аватара и реальных и фамилиями отчества как говорится то есть хотя бы имя потому что когда человек скрывается за аватара кошечка или петропавловской крепости здесь игра идет не вин вин и поэтому смысла оправдываться ли отвечать на такие комментарии я не вижу это первых во вторых был вопрос стоящий что я сбрасываю ответственность на планеты если бы вы знали и носили мои тапки вы бы знали как я работаю с психологией с психикой ежедневно ежедневно прорабатывая свои программы планеты поднимают энергии а энергии поднимает программы я работаю с программами ежедневно это вот ответ на вопрос с комментариями Продолжение следует...